Уважаемые друзья, здравствуйте! В последнее время становится очень популярным выращивание различных овощных культур в горшках, в комнатных условиях, на балконе. Это очень увлекательно, кроме того, это очень полезно для здоровья. Можно выращивать многие овощные культуры. Итак, гибрид домосед. Самое оптимальное время, конечно, выращивания, в частности, культуры огурца на подоконнике, это начиная с февраля месяца, потому что декабрь, январь – это самые длинные ночи, когда остро не хватает света. И если выращивать в это время эти культуры, огурец в частности, на подоконнике, требуется дополнительное досвечивание в течение 15-16 часов в сутки. Иначе, просто так как огурец – культура светолюбивая, из южных регионов происхождения, поэтому без досвечивания практически невозможно будет получать урожай. А вот начиная с февраля месяца, уже каждым днем прибавляется солнечный свет, увеличивается длина дня, и, естественно, в это время можно начинать уже посев. Семян и получать уже всходы, сеянцы и так далее. Итак, гибрид домосед. Партинокарпические, с женским типом цветения, раннеспелые, начинают плодоносить уже в среднем, в зависимости от условий выращивания, 40-й день, 43-й день после появления всходов. Гибрид домосед достигает при выращивании в условиях пленочных теплиц в настоящее время он около 2 метров. При выращивании в горшках обычно длина этого гибрида, ну, в среднем 150-180 сантиметров. В то же время, отличительной особенностью данного гибрида являются, что они, во-первых, пучковые, и, во-вторых, у них очень короткое междоузлие. Мы можем заметить, вот, между узлами буквально 4-5 сантиметров. И на каждом узле формируется от 3-х, вот здесь формировано 6 и так далее. Чем лучше условия, особенно освещенность, тем больше завязей. Также можем заметить, что этот гибрид, он среднеплетистый, то есть плети формируются через один узел, а в каждом узле, вот я говорю, 3-5-6 завязей. И последовательное формирование плодов. Сначала формируется плод у самого крупного завязя, в дальнейшем все это повторяется и дальше, и дальше. Вот здесь можем заметить, вот он, нижний ярус уже плоды сформированы, 4-5 завязей на каждом узле. Даже здесь 3-6-9 штук завязей формировано. Повторюсь, очень сильно зависит именно во время роста и развития, какие условия создаются вокруг растений. Тем лучше условия, тем больше завязей. Условия, я имею в виду, освещенность. Плоды на длинных плодоножках. Вот они стандартные все плоды. Вот типично для комнатных условий. Размер плодов, естественно, зависит от фазы сбора. Ну, в среднем около 8-10 сантиметров. Плоды очень плотные, темно-зеленые, очень такой маленькой частью полосками в верхней части плода. Белошипые, ну, слабо бугорчатые. При выращивании этого гибрида, боковые побеги, необходимо, естественно, также пришипывать. Начиная с нижних ярушев. Вот здесь также видно, вот, даже в этом случае, здесь вот начинают формироваться пучки. В данном случае 5 штук. И так далее. Вот здесь побег новый. Также формируются вот в каждом узле цветки. Я повторюсь, они появляются последовательно. Сначала один большой, потом второй, потом третий, потом четвертый. По мере нарастания первых завязей, дальше появляются следующие завязи. Подкормка данного гибрида практически не отличается от других партинокарпических гибридов огурца. Также вот и температурные условия, особенно в условиях комнаты, когда зимний период у нас в квартирах достаточно тепло. 21-23 градуса, ночью 18-19 градусов. Это вполне достаточная температура для нормального роста развития растений огурца. Единственное, необходимо создавать влажность. Влажность вокруг растений, потому что квартиры все-таки сухо. Это в лучшем случае 50-60% относительная влажность воздуха, а для огурцов требуется все-таки 80%. Вот поэтому при выращивании огурца в условиях квартиры, вокруг растений ставят посуду с водой и постоянно доливают. Потому что идет испарение, создаются хорошие условия вокруг растений и растения начинают хорошо плодоносить. Вот типичные плоды гибрида огурца домосед, которые мы рекомендуем для горшечной культуры в условиях зимнего периода в комнатах или на балконах и так далее. Не очень крупные, одинакового размера практически. Средняя масса плода 60-80 грамм. Плоды очень плотные, темно-зеленые, с значительными полосками, слабобугорчатые, белошипые, на длинных плодоножках. Внутри такой беловато-зеленоватый оттенок, отсутствуют семена, так как гибрид портанокарпический на плодах не формируются семена, только их зачатки. В плодах отсутствует пустота. Я скажу даже честно, выращивание огурцов на подоконнике или в комнате зимний период интересен даже не в смысле получить урожай плодов огурца для салата и так далее. Это в первую очередь, это лично мое мнение, это очень увлекательно и снимает очень многих стрессовых ситуаций, так как зимой не хватает солнца, очень длинной ночи, и человек постоянно сталкивается с нехваткой зелени. А когда все-таки в комнате цветет огурец, такими ярко-желтыми цветками, крупными, это вот всегда прибавляет, ну как весной, когда природа оживается, вот зелень, такие яркие цветки, не только огурцы, а можно выращивать и другие культуры, там всякие пряновкусовые и так далее, вот этот всегда повышает настроение. Уважаемые друзья, подписывайтесь на наш канал, не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие фильмы. Меньше стресса в зимний период вам, уважаемые друзья! Меньше стресса в зимний период Меньше стресса в зимний период Меньше стресса в зимний период